Здравствуйте, в эфире Актуальный Разговор. Система государственной грантовой поддержки позволяет поселениям реализовывать социальные проекты. В 2019 году 5-й микрорайон стал первым участником и победителем конкурса президентских грантов среди лобинских ТОСов. А в 2020 году победителями стали сразу четыре органа ТОС. Это 2-й, 4-й, 5-й и 6-й микрорайоны Лобинска. Я представлю гостей нашей студии. Это председатель 4-го микрорайона Ольга Алексеевна Турская и председатель 5-го микрорайона Лобинска Ирина Ивановна Ремесленникова. Ирина Ивановна, начнем, наверное, с вас, потому что у вас уже есть опыт, вы у нас пионер в этом направлении. Расскажите, пожалуйста, почему вы снова решили принимать участие в конкурсе президентских грантов? Новый проект от общественной активности к спортивным достижениям – это логическое продолжение проекта «Тысяча добрых дел». Вот благодаря проекту «Тысяча добрых дел» мы смогли поднять такую общественную значимость жителей. Они участвовали в различных мероприятиях. В результате проекта «Тысяча добрых дел» смогла не только реализоваться сама задача, которая была поставлена у нас, но и смогли наладиться добрососедские отношения. Поэтому, когда поднимается уже общественная активность жителей, то, само собой, разумеющееся, что жители должны уже думать о другом – именно о создании благоустройства общественных территорий. Вот так получилось и у нас. Само название проекта называется «От общественной активности к спортивным достижениям». И я предполагаю, что цель – это организация условий для занятий спортом. Нет? Конечно. Расскажите, пожалуйста, про эти. Конечно, в результате, опять-таки, этого же проекта «Тысяча добрых дел» мы заметили такую тенденцию. Те жители, которым мы помогали, имеют слабое здоровье, давно уже забыли о своей возможности развиваться физически, давно не занимались спортом, активным долголетием, к которому мы стремимся. У жителей нашего микрорайона были чрезвычайно плохие показатели. Когда мы обходим свои участки, мы видим территории, которые могли бы реально помочь в решении множества задач и поднять возможность физической активности и занятий, прежде всего, спортом разных возрастных категорий. Вот такая у нас территория есть. Мы его назвали дворовым стадионом по улице Калинина. И мы на всех сходах, которые мы проводили в 2019 году, именно от жителей услышали такие мнения. Стали выяснять, оказывается, эта территория действительно по генеральному плану застройки, она предусматривается под какой-то спортивный комплекс. И поэтому мы решили заняться изучением, что это за территория. Вот, кстати, ваш коллега Юрий Иванович Рыбовов, который когда-то работал на телевидении, он именно на этом стадионе сохранил великолепные записи, когда этот стадион кипел именно с помощью жителей нашего микрорайона, и не только жителей всего города. Здесь кипела спортивная, культурная жизнь, проводились мероприятия городского, районного значения. И вот именно все это сподвигло к тому, чтобы на этой территории мы разработали вот именно план действий для того, чтобы реализовать новый проект. Что там будет? Это будет снова стадион, только добавятся новые скамейки, или там будут какие-то тренажеры сейчас очень модно везде оборудовать? Конечно, у нас в микрорайоне нет таких возможностей где-то разместить эти тренажеры. Поэтому на этом спортивном объекте, мы его уже именно так обозначаем, потому что мы видим перспективу на будущее, будет с помощью жителей и партнеров нашего проекта расчищена и подготовлена площадка для того, чтобы поставить 17 различных спортивных объектов. Там же нужно будет потом ухаживать за газоном, но у вас есть косилки остались предыдущего проекта? Конечно. Мы уже в 2019 году при реализации проекта «Тысяча добрых дел» мы облагораживали этот стадион, мы косили этот стадион, берили деревья, убирали поросли, убирали завалы мусора, которые были там на этом стадионе, и будем обязательно приводить его в порядок. Можно спросить, какая сумма выделяется на реализацию этого проекта из фонда президента? Значит, миллион семьдесят две тысячи четыреста сорок три рубля фонд президентских грантов даст нам на реализацию вот этого проекта. Это достаточно для того, чтобы реализовать то, что вы задумали? На первом этапе да, но я думаю, что учитывая, что стадион большой по площади, мы вообще в будущем предполагаем, что и партнеры, и пожертвования какие-то будут добровольцев, потому что судьба этого стадиона, она связана с жителями не только нашего микрорайона. Очень многие, кто когда-то вместе со своими детьми болел на вот этих, на этом поле, за жизнь, новую жизнь стадиона, я думаю, проголосует почти каждый житель нашего города. Честно, я нисколько не сомневалась, что мы выиграем. Я вас поздравляю с тем, что вы залегировали. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Ольга Алексеевна, а ну теперь с вами, наверное, вот этот пример был заразителен, вы увидели, что все это возможно, именно поэтому, наверное, расскажите о своем проекте. Вы знаете, мы поддержали почин Ирины Ивановны, нам очень понравился ее проект «Тысяча добрых дел», и мы вступили тоже в президентский грант, выиграли его, выиграли мы сумму, конечно, поменьше, это 499 808 рублей, если уж сказать по правде. Вот, наш социальный проект называется «Батальон добра», он рассчитан на такую категорию населения, это одинокопроживающие граждане, это, ну прежде всего, конечно, это участники войны, труженики тыла, но их становится все меньше и меньше, к сожалению. Но есть такая категория граждан, которые одиноко проживают, они тоже имеют какой-то социальный статус, ну, к примеру, они дети участников войны, это и вдовы участников войны, их достаточно много. Вот на территории нашего микрорайона практически проживает около 3000 пожилых людей, и все они нуждаются и в физической помощи, и они нуждаются в каком-то общении. А вот представляете, батальон добра, кто эти люди, которые будут в батальоне добра, это добровольцы. Меня очень активно поддерживает средняя школа номер 4, старшеклассники, средняя школа номер 1, Лобинский социально-технический техникум во главе с директорами администрации, они очень активно поддерживают наш этот проект, батальон добра. В чем смысл этого проекта? То есть мы будем оказывать и физическую помощь, и социальную помощь одиноко проживающим гражданам, инвалидам, труженикам тыла оставшимся и так далее. И вот понимаете, сам смысл этого проекта в чем? Дело в том, что этих людей становится все меньше и меньше. Они когда-то очень давно населяли наш микрорайон. То есть сразу после войны там селились в основном участники войны, труженики тыла, застраивали этот микрорайон. И в честь этих людей, которые и живы, и, к сожалению, уже их нет, мы хотим поставить световую инсталляцию в рамках 75-летия со дня Великой Победы над фашизмом. Где будет размещаться? Она будет размещаться вдоль улицы Мира, рядом с домом 211-8. Это световая инсталляция трехметровой высоты. Это будет очень красиво. Мы высадим там кусты сирени, как дерево, символ Победы над фашизмом. К этому будет привлечено ни много ни мало большое количество добровольцев. Они есть. И контингент их настолько возрастной разнообразен. От малой до великой, буду так говорить. Срок реализации проекта несколько месяцев. Он у вас завершается... Он начинается у нас 1 марта и завершается 22 июня. У нас есть такие контрольные точки, что именно мы будем проводить в период этого реализации нашего социального проекта и освоения финансовых средств президентского гранта. Значит, это у нас будет и приобретение оргтехники для офиса нашего микрорайона. Это будут приобретены определенные виды инструментов для ухода за придомовыми территориями. Ну, то есть у нас благополучатели нашего проекта – это пожилые люди. Их насчитывается 60 человек. Добровольцы будут и косить траву, и будут заниматься вырубкой порослей, красить заборы. Ну и самый главный такой еще момент, очень интересный. Мы будем в рамках этого проекта прикреплять звезды на домовладениях и на квартирах наших граждан, имеющие причастность к этому ко всему. Тем самым мы поддержим всероссийскую акцию, очень такую интересную и трогательную «Дом со звездой». Спасибо вам большое за то, что рассказали нашим телезрителям о своих проектах. В следующем актуальном разговоре мы поговорим с председателями 2-го и 6-го микрорайонов. Спасибо вам большое. Будем следить за тем, как будут двигаться дела на ваших территориях. Спасибо, тем более вы наш основной партнер. Вы будете освещать наши проекты. Да, и если у нас все получится, то мы не будем останавливаться на достигнутом, потому что еще мы вынашиваем такую мысль и такой проект «Ренессанс возраста». Это то, о чем говорит Ирина Ивановна в отношении спортивных площадок и так далее для нашего населения пожилого возраста. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.